Приветствую вас. Совершенно очевидно, что с вашим давним знакомым мы общались уже и раньше, в какое-то время, но у вас не взрослось. Получилось. Совершенно очевидно, что мужчина испытывает к вам независимое желание, то есть у него остались к вам какие-то эмоции, может быть даже потребности, хотя, безусловно, это нужно разбираться отдельно. Но факт заключается в том, что вам мужчина, с которым вы знаете, с ним вам, скорее всего, не имеет смысла встречаться. Почему? Потому что человек, человек, он не то чтобы непроверенный, он-то может быть и проверенный вам, вами. Но если у вас с ним ранее ничего не получилось, то нет никакой гарантии, что получится и сейчас. И, соответственно, тратить на него свое время вам, ну, было бы не совсем хорошо, не совсем правильно. А вот другой мужчина, который, как вы и сказали, значит, другой пока не зовет, но тут я не уверена, хотя он сам говорил, что может приехать. Вот другой мужчина вызывает больше немножечко, ну, даже недоверие, это, наверное, было бы неправильное слово здесь. Недоверие, а больше положительных эмоций, потому что он все-таки человек новый, вас он не знает, и с ним у вас есть возможность построить отношения на новых, на независимых основах, как бы избегая всех тех моментов негативных, которые у вас были с тем, вот, которые вас знакомы. То есть, смотрите, важно, какой мужчина, с которым вы познакомили, да, с которым вы увидели, точнее, вы сказали, что он, этот человек, он бабник, и, собственно говоря, этот факт дает, как бы, понять, что вы в нем уверены быть не можете, ну, в этом мужчине. И раз это так, раз вы не можете в нем быть уверены, значит, и, соответственно, тратить на него свое время, ну, вам, ну, определенно не стоит. Потому что, потому что ничего хорошего из этого вы не получите, для себя, по крайней мере. Ну вот, а если вы не уверены в том, что мужчина, бабник, действительно, как вы пишете, здесь вот написали, да, о том, что он, вы бы все равно сказались, он, друг вашей знакомой, подумала про себя, зачем ему это надо, ты по виду бабник, я ей до принципа не поезд. То есть, вот вам здесь, ну, не очень понятно, если честно, что вы имеете в виду, почему вы решили, что мужчина бабник, допускаете ли вы им тот факт, что вы можете ошибаться, когда называете его бабником. Ну, и, собственно, думаю, что если нету оснований из таких вот, прям серьезных, полагать, что он действительно бабник, то тогда, может быть, имеет смысл попробовать сперва с ним. То есть, что значит, попробовать сперва с ним. Давайте мы этот момент тоже проясним. Вам нужно дать шанс, шанс. То есть, шанс вам можно дать обоим. Ну вот, ну, вообще, обоим. Абсолютно обоим. Но при этом, если вы не хотите ехать в чужой город, совершенно понятно, что если вы не хотите туда ехать, то никто вас не заставляет. Ну, а для того, чтобы понять, как разрешить дилемму, нужно больше информации, информации о мужчинах. То есть, почему вы, например, посчитали вот этого человека бабником, именно бабником, откуда у вас это вот, ну, откуда у вас такая характеристика его, то есть, на чем вы основываете? Если вы уверены, что он действительно не очень надежный человек, такое бывает, то выберите тогда другого мужчину и с ним попробуйте построить что-нибудь. То есть, ну, дайте ему шанс, дайте ему шанс себя проявить. То есть, например, грубо говоря, он хотел приехать, если я правильно понял, хотел приехать к вам. Ну, хорошо, вот пусть, если сказал, то приедет, пусть действительно приезжает тогда и будет видно, можно ли ему доверять или нет. То есть, вы на самом деле, как бы, по-другому намерений человека не узнаете. Тут только брать, пробовать, проверять и смотреть. Других вариантов нет, к сожалению. Ну, вот, в принципе, наверное, то, что можно вам пока сказать. И самое главное, это, наверное, то еще, чего вы хотите сами для себя. Ну, то есть, что вам нужно для себя. Что для вас важно, что для вас ценно и так далее. Потому что, ну, если вы не знаете, что для вас важно. Например, что вы больше там цените в мужчинах, допустим. Какие качества вы в них цените больше. Если вы не знаете этого, то вам будет куда сложнее решить эту дилемму. Потому что решать ее нужно исходя именно из того, чего вы хотите сами для себя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.